Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. По традиции, первым на еженедельном оперативном совещании выступил начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. По его словам, предыдущая неделя в городском округе обошлась без серьёзных происшествий. Всего за отчётный период стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам 32 уголовных дела. А сотрудникам пожарно-спасательного гарнизона пришлось побороться с огнём. На территории Люберец за минувшую неделю произошло 8 пожаров. Три на автомобильном транспорте, два в жилом секторе, в квартире, в частой бане. Один на востройке Люберца-Каштаново, строительный мусор в подвальном помещении. Один на объекте торговли Люберца-Южное, торговый павильон, дома 6. И один офисное здание. Серьёзных пожаров не было по повышенному рангу. 1214 входных групп многоквартирных домов отремонтировано в рамках программы «Мой подъезд», что составило более 93% от запланированного объёма работ. Напомню, это 1298 объектов. Также в городском округе активно проводится капитальный ремонт домов. Люберецкий городской жилищный трест завершил работу в этом направлении на 80%, а управляющая компания «Твин» на 70%. Выполнение программы «Доступная среда» оборудована тактельной плиткой входной группы на 150 МКД. В настоящий момент ведутся работы по установке поручни. Ремонтные работы проводятся также и на Люберецких дорогах. На минувшей неделе рабочие заделали 270 квадратных метров ям. Ликвидированы дорожные выпоины на первом поселковом проезде вблизи детского сада. Эта автомобильная дорога включена в план ремонта на 2018 год. В настоящий момент на интернет-портале «Добродел» проводится голосование жителей по ремонту автомобильных дорог на 2018 год. Принимаются предложения по устройству тротуаров и освещения. Далее на оперативном совещании обсудили вопросы благоустройства. По словам Дениса Галкова, на прошлой неделе сотрудники Госадомтехнадзора вынесли 39 постановлений на общую сумму 142 тысячи рублей за ненадлежащее состояние и содержание территорий. Владимир Ужицкий призвал обратить особое внимание на несанкционированную парковку. Если на тротуаре там работает ГАИ, если на газоне работает АТИ. Должны быть общественники, которые работают плотно с АТИ. У нас сегодняшний день по сути есть и с парковкой проблемой, но в то же время парковки пустуют. Это тоже правда. Другие проблемы, связанные с благоустройством территории, озвучил Дмитрий Баранов. По его словам, на портал Добродела, также на почту главы городского округа, поступает большое количество жалоб от жителей Малаховки по поводу уличного освещения. Кроме того, в посёлке до сих пор остро стоит проблема с вывозом мусора. Обратить внимание властей на этот вопрос просят и жители Краскова. Луиза Игязырян, Никита Скраган, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.